Здравствуйте, дорогие друзья! Новости с кавалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день! Нам задают такой вопрос. Несмотря на то, что ислам возник как следствие христианства и иудаизма, он крайне негативно относится к ним, особенно к иудаизму. И вот если абстрагироваться от территориальных претензий исламского мира к Израилю, то в чём состоит вражда между этими религиями? В общем, изначально не было никакой вражды между исламом и иудаизмом. Совсем противоположные были истоки у христианства, которая противопоставляла себя иудаизму. Ислам никогда не считался вообще какой-то посторонней религией, потому что вера, она в того же Творца, в того же Бога. И он также никоим образом не материален и не может быть никаким образом изображён. И основа ислама очень близка к иудаизму. Поэтому здесь ничего не было другого. Только лишь то, что этот народ, который ведёт себя от другого сына Авраама, поставил себе другого пророка, Мухаммада. И поэтому он через него ведёт счёт. И якобы раскрылся пророк, который выдвинул своё пророчество, и оно начало завоёвывать постепенно бедуинов, которые жили в песках Саудовской Аравии где-то в VI-VII веке нашей эры. И оттуда постепенно распространилась эта уже как религия. Но, в принципе, в основе ислама лежат абсолютно иудейские заповеди. И нет ничего в его основе, противоречащего иудаизму. Он очень близок к нему, в принципе. В течение веков не было, можно сказать, никаких противоречий, стычек. И жили нормальные евреи, арабы. Наветов никаких не было. Да. Это только появилось затем, я бы сказал, с периодом колонизации в основном всех этих земель. Поскольку было гонение на евреев со стороны христиан, которые приходили в эти места, где существовали арабы, и, естественно, выражали своё пренебрежение и ненависть к евреям, то это передалось и арабам. И постепенно-постепенно они это развили в идеологию. И таким образом это превратилось вот в такую ненависть. Почему это происходит? А происходит это всё, исходя из Кабалы, я могу только сказать. А исходя из Кабалы, это происходит для того, чтобы вынудить Израиль, вынудить народа Израиля, вынудить евреев выполнить свой долг перед тем человечеством. То есть раскрыть методику объединения, и чтобы действительно все народы мира пришли к полному своему абсолютному объединению. То, что и сказано, в общем-то, в Танахе, в Библии, в Торе, и чего мы должны все достичь. Достичь это невозможно без того, чтобы евреи раскрыли методику объединения. Так что впереди, конечно, это будет ещё большое-большое давление Ислама и на христианские народы, на Европу в первую очередь, и на Америку, а затем уже вместе с ними и на Израиль. Мы ещё увидим большие войны, которые они будут пытаться разжечь непосредственно здесь. Ну вот по цели идя, как вы говорите, то есть давление даже на христианский мир и на евреев, оно происходит для того, чтобы потом надавить на евреев и на Израиль, это в основном захват мира? Нет, у них есть две цели. Захват мира. Вот это. Захват мира – это в первую очередь, да, и в основе своей идеологии сегодня они ощущают именно Израиль как идеологический враг. А вы скажите, в принципе, говорится даже в Кабале, что самые большие враги, они становятся самыми близкими друзьями. То есть как бы это же всё-таки двоюродные братья, Ислам, с точки зрения… Да, но это всё не сегодня. Не сегодня. Да. А затем это всё прояснится. Но это зависит от того, насколько мы будем продвигать в мир методику интегрального объединения. И всё перевернётся. Высший свет – это огромная добрая сила, которую мы должны выявить в мире, которая всех должна начать объединять. Только она и сможет практически решить все эти конфликты.